Всем здравствуйте, мастерская и слонокомпания. Я Вячеслав приветствует вас. Сегодня я вам покажу наших малышей. Мало какие организации связывают с изготовлением небольших, но совсем маленьких ножей. Почему? Потому что считается почему-то, что маленький нож должен стоить дешевле. Хотя почему? Кто делал, тот знает, что с маленьким ножом больше проблемы с изготовлением, то есть его сложнее шлифовать, маленький клинок сложнее шлифовать. Также рукоять сложнее делать, так как все сложнее. Да, материалов немного меньше уходит на маленький нож, но это компенсируется трудозатратами. Примерно так. Мы сделали свои маленькие ножи, поэтому я вам их сегодня продемонстрирую. Первый нож скинду. Скинду это нож шотландский. Входит в атрибут костюма шотландского. То есть как бы он, как и юбка у них там, входит в этот костюм. Длина клинка 82 миллиметра этого ножа. Длина рукояти 88, 170 полностью. Размер ножа. Особенность ножа в форме рукояти. Видите, у него одна сторона плоская. То есть одна сторона у него полностью плоская, поэтому он очень хорошо лежит в руке для маленького, очень легкого ножа. Вполне даже. Этот нож мы сертифицировали, хотя длина клинка до 90 миллиметров. Сертификации такие ножи не требуют, но эти ножи пользуются спросом магазинов, так сказать, так назовем. В магазинах все-таки проще продавать с сертификатом. В Европе тоже спрашивают. В магазине проще продавать с сертификатом, поэтому я сертифицировал этот нож. Второй нож вот такой вот. Это так. Его сделали в одном экземпляре. Этот нож мы не сертифицировали. Длина клинка у него 80 миллиметров. Длина рукояти 80 миллиметров. 108-160 полностью длина этого ножа. С киндул толщина клинка 2,2 миллиметра. Это уже потолще 3,6 миллиметра. То есть вот он так лежит в руке. Маленький, довольно удобный. Нож. То есть вот руку можно брать, работать, что угодно им делать. То есть такой небольшой, хороший нож. Вот опять же, вот, глядите, как он лежит плавно в руке. Если вот так вот брать, то он плавно лежит в руке и очень хорошо им что-то делать. Удобный нож. Мы сделали в одном экземпляре. Не знаю, будем ли делать это, да и не знаю, будет ли спросом это все пользоваться. Вот так сделали. Третий нож вот такой. Так скажем, в японском стиле. По форме. Длина клинка у него 85 миллиметров. Длина рукояти 80. Общий размер 165 миллиметров. Толщина клинка 3,5 миллиметра. Ну, это для любителей Японии. И опять же, я не говорю, что это японский нож. Не надо потом там говорить, что никакой это не японец, ничего в стиле японском. Вот и все, что я имею в виду. Есть карельская береза на рукояти. Итак, два последних ножа цельнометаллические. В скинду нет, но цельнометаллические. В принципе, этот тоже очень удобный, если что-то резать. Небольшой, на природе. Очень удобные ножички. Ножны к скинду делаем обычно индивидуальные. Но сейчас их нет в наличии пока. Поэтому предложу вариант ножен. Ну, недорогой, индивидуальный. Все-таки дорогие ножны получаются даже для скинду. Для маленького ножичка. Бюджетный вариант ножен, так скажем. Ну, нормальный. Вполне подойдет. Так себе покажу вам. Конечно, ножи не обязательно для женщин. Просто так получилось, что женский манекен у меня есть. У мастерской. Это у жены когда-то магазин был. Женская одежда. Вот еще и курточка, пальтишко осталось. И манекен. Ну, вот. Так вот это может смотреться. Это так. Можем вот этот вытащить. Сделать так. Вот небольшие ножички. Честно говоря, эти два ножа завели давно. Когда заказов было немного. Работа была... Ну, не много. Много все равно работали. Но было время на вот такие вот плавства. Ну, или как это назвать. Изготовление таких ножей. Ну, мы их долго делали. То есть не так, что прям встали и начали делать. То есть сначала клинки вырезали, потом лежали долго, потом шлифовали. Вот так вот, короче, потихонечку-потихонечку сделали. Так, ради интереса. Это скинду. Скинду, конечно, делали целенаправленно. У нас когда-то был заказ на скинду. И мы его разрабатывали под тот заказ. Ну, и, конечно же, оставили себе на вооружение. Вот. Как небольшой нож на шейне. Мы делаем еще в меньшем варианте. То есть клинок меньше. А, сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот. Такой вот вариант еще делаем. Ну, сделали. Здесь уже, конечно, здесь все меньше. То есть, глядите, разница какая. Это чисто нашеяный вариант. Даже вот без этой. Без пятки. То есть, такой вот. Небольшой. Длина клинка у него 63 мм. Длина рукояти 75 мм. Не знаю, Талгат для вас делает. Не знаю, понравится он вам или нет. Талгат, ты понял, наверное. Хотел тебе фотографию показать, но пока ножны не сделали. Ножны к нему будем делать индивидуальные. Поэтому я тебе фотку не скидывал. А сейчас вот вспомнил про него. Ну, вот, показываю. Такой вот небольшой ножичек. Вот. Это здесь уже стали М390. На тех всех Х12МФ, на этом стали М390. Конечно, этот будет не очень дешевенький ножичек. Но вполне хороший. То есть, будет вариант. варианты. Ножны будут такие хорошие. Индивидуально уже формованные ножны по рукояти. То есть, они будут более удобные, но, конечно, более дорогие. Ну, вот. Примерно такие вот маленькие ножички я вам показал. Опять же, скажу. Ну, вот, допустим, такой вот клиночек маленький. Такого вот формата. Кинжальный. Шлифовщик сказал, что больше не надо такие делать. То есть, он с ним мучился дольше, чем с обыкновенным кинжальным клинком. Потому что вот этот маленький вывести ровную линии, вот эти, очень, очень и очень неудобно. Предлагает в следующий раз делать, ну, взрезку вот от обуха до конца. Поэтому, вот я и говорю, что маленький нож не значит, что его легче сделать. Он должен почему-то стоить дешевле. Его трудоемкий сделать. То есть, даже рукоять что-то делать, его вот двумя пальчиками сложнее. Так же и клинок, и все остальное. Это я не оправдываюсь. Это я к тому, что, ну, почему их мало на рынке, таких ножей. Потому что все думают, что они должны быть совсем дешевые, почти 100 за копейки. Ну, честно говоря, я так не думаю. Ну, а приобретать их или не приобретать, это, конечно же, ваше дело. Каждого. Своё мнение по этому поводу. Я просто знаю, как сложно в изготовлении маленьких ножей. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, здоровья. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.